Вот все, что сейчас происходит на Украине, затрагивает очень широкий круг вопросов. Например, в Эрмитаже сейчас обсуждают одну очень горячую новость. О том, что якобы новые украинские власти в качестве залога под гарантией выдачи кредита перевезли в США часть коллекции скифского золота. Это в буквальном смысле восьмое чудо света. Чудо, которое не измеришь никакими деньгами. Ну, вот как измерить стоимость египетских пирамид? Это невозможно. Но мы не беремся утверждать. Вывезли новые власти на Украине эти уникальные экспонаты или нет? И в Эрмитаже, естественно, нам не найти ответа на этот вопрос. Профессионально-музейное сообщество гораздо осторожнее и дипломатичнее в своих высказываниях, чем политики. Вот ведь раньше, во времена СССР, когда у коллекции скифского золота был один хозяин, все было просто и ясно. Сейчас, когда часть коллекции принадлежит Украине, на территории которой и велись раскопки, все гораздо сложнее. Наш корреспондент Ольга Скрипкина все равно отправилась в Эрмитаж, чтобы выяснить, а в чем заключается феномен золота скифов и почему часть коллекции в советские времена оказалась на Украине. Давайте посмотрим. Вот он, всемирно известный логотип Эрмитажа, олень со сказочными рогами. Ценнейший экспонат музея, наследие скифской культуры. Фигурка причудливого животного выполнена из цельного золота, украшение щита древних воинов. Эта бляха вместе с другими сокровищами скифского народа, пожалуй, самые охраняемые предметы в стране. Пули, непробиваемая дверь, видеокамеры, есть даже сложная система лазерной сигнализации. Наша коллекция скифских древностей, она уникальна и единственная в мире, и это совершенно точно, потому что ничего эквивалентного по полноте нашего собрания ни в одном музее найти невозможно. Основой золотого собрания Эрмитажа стала сибирская коллекция Петра Первого. Целенаправленные археологические раскопки скифского золота начались только в конце 19-го, начале 20-го веков. Одна десятая часть того, что есть в хранилищах Эрмитажа, предметы, найденные на территории Крыма. Земля, где древний народ прожил целое тысячелетие. Сколько все это стоит, не берется сказать даже профессионал. Много. Страховую стоимость одной лишь витрины оценивают в десятки миллионов долларов. А все потому, что артефакты скифской эпохи уникальны своим так называемым звериным стилем. Украшения и предметы быта покрыты изображениями искусно выполненных фигурок животных, реалистичных и мифических одновременно. Конечно, скифский звериный стиль – вещь совершенно уникальная. Так как рисовали и изображали скифы в это время, да и до них, и после них не делал никто. Кроме того, никто до них, никто после них не добывал столько золота, сколько извлекали из недр скифы. Завистливые народы считали соседей алхимиками. Впрочем, историки современности развеяли древний миф. Были и местные месторождения, можно было и привозить. Потом нужно учесть, что скифы, они находились на периферии двух огромных миров. Это эллинского мира и иранского мифа, которые умели обрабатывать золото и привозили его. Так что в этом отношении у скифов не было никакого недостатка. На этой неделе все СМИ взорвало информацию о том, что премьер-министр самопровозглашенного правительства Украины Арсений Яценюк тайно вывез из страны золота скифов на сумму в 20 миллиардов долларов. Сенсационную новость распространил через социальные сети директор московского центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин. Ценные предметы якобы отправили в Америку в качестве гарантии возврата долга Международному валютному фонду. Сообщение вызвало тревогу у всего экспертного сообщества России. Мне трудно в это верить, потому что ни одно правительство, которое хочет называть себя культурным, оно не может увести ценности такого плана из музеев. Хотя в Ираке все случилось так. В начале 30-х годов из фонда ферментажа Третьяковской галереи и других музеев несколько тысяч предметов передали Украине. Таким образом, после развала СССР часть золота скифов оказалась в другом государстве. Несколько коллекций скифских курганов были переданы в 1932 году в Харьков, на Украину. Но, к сожалению, судьба их оказалась печальной. Большая часть этих вещей погибла во время оккупации Харькова и во время эвакуации в 1941 году. Часть ценности сохранилась и дополнила украинскую коллекцию скифского золота. Самая известная – золотая царская пектораль. Она хранится в Киеве в Музее исторических драгоценностей Украины. О жерелье весит 1,2 кг. Эксперты считают, что в композиции из животных скрыто тайное послание скифов. А цветочный орнамент – возможный рецепт целебного бальзама. Нагрудное украшение пережило сотни владельцев. Из-за него грабили и убивали. Если Арсений Яценюк действительно вывез скифское золото в США, вместе с ним и драгоценную пектораль, которая, согласно поверьям, несет в себе огромное зло, то вместе с бесценными реликвиями шутят злые языки, американцы рискуют получить еще и проклятие древних скифов. Ольга Скрипкина. Путь с города.